Инспекторы ГУСАДМТЕХНОДЗОРа оштрафовали предприятие по переработке металла в Люберцах. Административную ответственность организация понесёт за систематическое нарушение закона о тишине. В том, что она действительно создаёт неудобства жителям близлежащих домов, убедился наш корреспондент. Такой грохот и шум жители домов по улице Южная терпят уже 10 лет. Демонтаж металлических конструкций, приём и переработка металлолома происходит буквально в шаговой доступности от жилой зоны. Предприятие работает с раннего утра и до позднего вечера. Даже в выходные и праздничные дни людям отдохнуть не получается. Работали они по-разному. Из 6 утра до 24 в ранние годы. Сейчас работают где-то до 8, начиная утра. И заканчивают 8, начало 9. В воскресенье последнее, 24 сентября. Работали до начала 9, до 8. Грохот стоит неимоверный. Особенно в выходные заширяются, просто над нами издеваются. Согласно закону, в Московской области запрещено нарушение тишины и покоя с 9 вечера до 8 утра. В выходные и праздничные дни с 22.00 до 10 часов утра. За систематическое нарушение тех требований организация «Вторчермет» была штрафована на 20 тысяч рублей. У организации есть 10 дней на обжалование данного постановления и, соответственно, 60 дней на оплату данного постановления. Пока на данный момент штраф не оплачен. Ранее данная организация к административной ответственности не привлекалась. Это первый раз, но я думаю, что не последний, так как жалобы жителей все равно после привлечения поступают к нам. Нарушение покоя из-за шумных работ – это далеко не единственная проблема, которую создает предприятие. Оно производит внушительное количество пыли от металлических изделий. Неравнодушные люберчане готовы бороться за то, чтобы организация прекратила свою деятельность. Стоит отметить, что по инициативе жителей улицы Южная осенью прошлого года остановилась работа экологически опасного цементного завода. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.